здравствуйте мои любимые подписчики и гости канала и от всех приветствую на очередной расклад ну что мои хорошие сейчас будем смотреть очень интересную тему это ваше будущее что вам ожидать ближайшие два-три дня ну далеко забегать не будем все меняется поэтому буквально два-три дня ближайших что поменяется что вашу жизнь придет что уйдет на что обратить внимание какие-то советы и так далее ну что мои хорошие давайте все будем смотреть этот расклад я хочу посвятить леночки из телеграм-канала из моего чата у нее сегодня день рождения я ее поздравляю искренне и обнимаю люблю поэтому этот расклад будет в ее честь итак мои любимые дорогие наливайте чай кофе садитесь поудобнее кстати заходите ко мне телеграм-канал у нас там очень весело не прожарили все ну что поехали и так на данный момент на данный момент ваша энергетика вы сами кто вы очень сильная женщина причем у вас сила чистоты на высоких вибрациях вибрациях мудрости высшего я и не побоюсь сказать господа бога почему потому что вы в родовой ветке своей ни одна такая у вас по родовой ветке женской линии много таких сильных умных грамотных богобоязненных верующих женщин целителей понимаете о чем я говорю да целителей вы целительница души любой души здесь живущий на этом небе ой господи на этой земле ну и на небе на им скорее всего тоже потом когда-то вы идете некий учитель учитель здесь на земле потому что вы передаете свои знания вы успокаиваете кого-то вы направляете кого-то вы советуете кого-то вы как некие знаете как посланец сюда на землю чтобы переводить знаете переводить знаки другой язык на человеческий я не знаю как это объяснить вы понимаете потому что вы находитесь всегда в потоке посмотрите у вас восьмерка у вас восьмерка здесь над головой это знак прошу прощения это знак бесконечности вы имеете бесконечную связь с высшей силой вот принимайте мои слова как хотите но многие в теме и многие понимают о чем я сейчас говорю вам всегда будут давать людей по жизни деструктивных сложных каких-то холериков каких-то знаете когда человек сел в тюрьму потом вышел и у него вся жизнь на перекос такие могут люди появляться попадаться может быть какие-то одинокие люди по жизни им очень сложно с кем-то иметь общение то есть у вас нестандартные какие-то люди вокруг вас всегда будут их будет немного но они будут появляться вы тоже можете раньше может быть тоже задавались вопросом но почему так но почему я то но почему а потому что избранная понимаете потому что избранная а кому еще но кому никто больше не справится только вы это у вас есть у ваших руках есть хорошей биотоки хорошая энергия вы людей спасаете понимаете вы людей спасаете вы с того света достаете вы животным помогаете вам все воздастся потом на том свете я тоже уже просите вот просто бы ну как и так как вижу это все да уже давно я представляю вас на том свете и рядом с вами все эти люди которые были брошены никому не нужны и те кошки собаки которые вы кормили птицы представляете я представляю боженька то махнет просто скажет ну вот ты даешь на земле ты на славу поработала спасибо тебе знаете как то так вот если образно говорить да вас должны любить дети причем вы можете даже быть очень хорошим детским психологом у вас есть такая знаете какая-то особенность вы по своей жизни от самого начала от своей детской но вот этой ступени пройдете до самой старости вот это вот все есть люди которые часто забывают что у них и было начало когда-то когда они были ребенком что у них там было потом молодости потом уже взрослом взрослении потом к старости они пришли некоторые эту ветвь забывают перечеркивают вспоминать не хотят вы всегда будете помнить эту ветвь от начала до самого конца понимаете будете ее помнить очень хорошо причем вывод на всей этой протяжении своей жизни будете делать для себя какие-то уроки есть люди которые уроки не выносят вообще наступая на одни и те же корабли грабли по сто раз вы из той категории людей которые постоянно выносят свои уроки причем вы даже другим показываете их на их недостатки на причины следствия говорите вот здесь надо проработать вот это надо пересмотреть а тебе вот это надо сделать у многих людей то с вами может быть общается иногда глаза знаете на лоб лезут откуда она знает вот откуда она знает у всех мысль тоже порой а чё она такой говорит а почему она такой говорит а потому что вы знаете у вас есть высший канал налажена связь уже давно поэтому вы знаете вы тоже сами не знаете откуда я это знаю я просто тебе говорю а ты делай выводы я просто знаю что это правильно и другой человек действительно если будет придерживаться вашего мнения будет слушаться в вас и с вашим идти по вашим советам действительно у него жизнь будет хорошая вы даже знаете мне хочется сказать вам вас далее на на эту землю прошу прощения я просто вся на эмоциях меня меня тянет кашлять но потому что из поток хороший вас дали на эту землю для того чтобы работать или что-то проработать со сложными людьми понимаете со сложными людьми поэтому у вас у самой жизни достаточно не сахар достаточно не сахар люди многим об вас вытирают ноги вас предают вам готовы знаете но вот нос нож в спину до засунуть то есть что то такое за что вы говорите боженька ну зачем мне это но чем я перед тобой так провинилась но почему ты меня так наказываешь почему я так страдаю я вам знаете что хочу сказать вы ни в чем не должны себя винить у вас просто такая карма у вас такая судьба все кто вам делает плохо они все будут тоже отвечать перед господом бодом мы все будем отвечать перед господом богом ну грубо говоря да все будем отвечать там нас всех спросят но у кого-то спросят очень жестко а у кого-то нет так вот кто вам сделал плохо с них будут очень жестко спрашивать по полной программе и не всегда будет спрашивать боженька а кто-то другой тоже а там будут знаете хвостами спрашивать там потому что по-честному открыто не спрашивать там через хвост и спрашивают понимаете вы знаете о чем я поэтому давайте будем смотреть вас дальше итак итак что вот давайте если я уже начала через высшую силу если поток идет оттуда значит будем смотреть оттуда вам что вам хочет передать или посоветовать или что-то сказать высшая сила для вас полезной информации сейчас знаете какое-то продолжительное время вы от чего-то как будто пытаетесь или освободиться или отнекиваетесь или говорить мне пока это не надо ногу чуть попозже я сейчас не хочу давай не будем это решать вопрос ой мне сейчас не нужно а я к врачу пока не пойду а я пока машины ремонтировать не хочу да а я пока технику менять не хочу от того что вы сейчас постоянно отнекиваетесь то вы сделаете хуже себе у вас самое ближайшее время ну вот я же сказал два-три дня скорее всего так она есть разрешится некий вопрос этот вопрос будет связан и с переездом и с какой-то поездкой и с работой если вы долго выбираете себе работу и все не подходит то что вам там предлагаются или то что в это или может быть вы сами ищите себе какую-то подработку ли работу и ничего пока никак самое ближайшее время этот вопрос откроется для вас вы найдете для себя самое нужное подходящее необходимое для работы для осуществления желаемого и все будет так как вы хотите здесь идет ускорение поэтому не бойтесь вот понимаете но не бойтесь не убирайте все эти страхи беритесь владеете двигайтесь принимаете если нужно какие-то бумаги документы подписать уже да подписывайте уже все вы в любом случае вы сделаете себе хорошо не кому-то себе хорошо потому что удача все равно на вашей стороне вы все равно правильно все делаете вы все равно честная вы самое главное это знаете и все будет очень хорошо я тоже вижу что многие из вас в течение двух-трех дней у меня есть и здесь беременные смотрят течение двух-трех дней вы родите ребенка причем может быть может быть здесь имеет место быть хирургическое вмешательство или какие-то капельницы для ускорения или еще что-то но не бойтесь у вас очень все хорошо будет не надо волноваться вы то есть под контролем понимаете высших сил и под контролем врачей доверьтесь им течение двух-трех дней все разрешится будет рождение ребенка тоже здесь двоих тоже может быть рождение но кто-то меня так смотрит если кто-то хочет купить машину купит если кто-то продает машину продаст вот все что у вас сейчас делается на данный момент в этом периоде какие-то какие-то действия да в итоге вы получите хороший результат на что вам нужно обратить внимание ближайшие два-три дня на работу причем вы можете конфликтовать с какими-то коллегами или с начальством вот здесь сейчас будет один нюанс вам не надо ни с кем конфликтовать от слова совсем если кто-то вас втягивает в контре конфликтный разговор уходите просто уходите скажите меня болит голова мне нужно сейчас попить там водички все и ушли скрылись и больше никуда не приходите назад не возвращаете все вы ушли взяли там отпуск на день на два вам плохо вас голова болит вам не нужно конфликтовать почему потому что когда вы будете конфликтовать вы будете затягиваться в это вам это не надо вы себе чокарну здесь портите кто тут лезет под конфликт они хорошо получат скоро вам это не надо вам нужно вы очень много работаете вы очень много сил туда тратите на это все зачем вам вот это вот возня какая-то с кем-то доказывать что-то не нужно возьмите паузу отдохните вам нужно набраться энергии а потом может быть опять в бой что вас в личной жизни высшая сила ближайшие два-три дня что она вам показывает у вас есть мужчина мужчина король мечёвый король мечёвые жесткий холодный принципиальный конкретный с которым ничего не получается потому что находится на расстоянии за вами подглядывает но так как он тянет это все равно что он есть и все равно что его нет вы раньше переживали раньше надеялись раньше тоже думали что я делаю не так почему опять все не так дело в том что вы тут ни при он сам по себе такая личность он может издалека вам передать привет или же с вами может быть как-то выйти на связь через интернет что-то через соцсети или позвонить написать что он скоро приезжает ближайшие два-три дня но он как был холодным так и будет холодным как вам себя с ним вести ну думайте уже сами нужно вам вообще радоваться тому что он там написал вам или он то что приезжает к вам смотря кто это человек для вас если это мужчина ваш супруг любимый человек то скорее всего да он приедет и будет опять все хорошо но характер у него специфически чтобы вы понимали если это мужчина для вас никто то скорее всего как-то относитесь к этому спокойно потому что и вам будет поспокойнее то вы знаете он вам тут все нервную систему поломает со своими вот этими вот приходами заходами и так далее поэтому любите первую очередь себя вам совет от от высших сил давайте посмотрим вам совет от высших сил если что-то сейчас ну вот то что грандиозное какое-то масштабное какое-то не получается и вас я не знаю система жизни давайте скажем политика экономика заставляет вас сидеть пока и выжидать проведите это время с удовольствием посетите любимых людей возьмите ребенка съездите на дачу куда-нибудь я не знаю за город на шашлыки пообщаетесь с каким-нибудь я не знаю приятными людьми проведите просто хорошо время не надо зацикливаться на том что сейчас на данный момент вся система жизни вас у нас у всех у вас тоже заставляет вас находиться в подвешенном состоянии чтобы вы не были жертвой обстоятельств понимаете чтобы вы не страдали чтобы вы не переживали не получается что-то то что вы сейчас хотите грандиозное ну окей ладно я и так счастлива умеет так все как бы хорошо настанет то время когда я смогу что-то исправить лучшую сторону если пока у вас не получается с ремонтом с постройкой дома пока может быть ваш ребенок долго определяется куда он будет поступать не торопите события не получается пока просто успокойтесь скоро все поменяется ваш ребенок он поймет куда он хочет поступать и будет поступать деньги для ремонта для ремонта тоже найдутся для постройки дома или вы хотите небольшую квартирку себе купить тоже купите просто надо немножко по повешенному подождать немножко подождите ну я не знаю там до месяца может быть срок самый большой до месяца потому что течение этого времени все может разрешиться и поменяться в лучшую сторону и на работу хорошую могут вас взять потерпите и разрешится вопрос с недвижимостью с имуществом и с ребенком тоже решится вопрос это только время какого делу времени понимаете надо просто немножко успокоиться и подождать что самое важное что самое важное сейчас будет вашей жизни и с чем вы уже столкнетесь и с чем вы будете работать или что вы будете принимать самое важное сейчас вашей жизни это ваша материальная стабильность вот за это сейчас держите контроль и у вас должно быть все стабильно вот каждая копеечка на своем счету все должно быть в порядке дом ваша там я не знаю ваше внутреннее состояние ваша красота следить за этим тоже что вы одеваете куда вы выходите да кто вам делает какие предложения встретиться увидится наблюдайте пожалуйста за этим с каким намеком с каким полу намеком кто хочет к вам подойти куда вас приглашают для чего вас приглашают делайте выводы для того чтобы вами использовать то есть попользоваться и вас использовать она вам надо подумайте сто раз если то что вам предлагают ближайшее время встретиться увидится или какие-то ли люди лезут к вам чтобы у вас что-то попросить тоже думаете не нужно чтобы вас кто-то использовал поставьте это как начать как жучок себе в мозг я не допущу чтоб меня кто-то использовал в своих целях от слова совсем понимаете да поэтому если это ваши дети это другой вопрос конечно я сейчас имею ввиду может быть там дальние родственники или какие-то там знакомые в какие-то друзья понимаете потому что может быть такой что вам будут обращаться просить ныть помоги так это одолжи и что-то еще это не надо вот это вот не надо научитесь уже говорить нет уделите время своим детям уделите время своим детям съездите куда-то с ними если у вас плохие не то что плохие если у вас холодные отношения с вашими детьми наладьте контакт это надо сделать обязательно потому что вы так уже много времени как бы знаете ну как будто упустили и не надо чтобы это было дальше а дальше хуже поэтому наладьте контакт со своими детками сходите вместе куда-нибудь в кафе в цирк я не знаю в театр дома пригласите вкусненько приготовьте до соберите всю семью не стесняйтесь скажите как вы их любите скажите что они для вас значат да поговорите будьте душой их душой это сейчас очень хорошее время поэтому если у вас есть какие-то холодные отношения на расстоянии с детками на лати или с внуками то же самое с внуками это тоже самое зовите всех где внуков домой там сделайте им пирожки вкусные блинчики приготовьте да там то есть накройте стол детский сладкий такой стол детский все и всех внуков посадите расскажите им там сказку скажите как вы любите обнимашки дети это все любит конечно обнимайте обнимашки целую целовашки с бабушкой это просто счастье для любого внука поэтому сейчас хорошее время наладить контакт со своими близкими родными если у вас холодные отношения если у вас вы живете в большом доме или на даче так зовите всех на шашлыки скажите давайте приезжайте ничего не будем ждать суббота воскресенье давайте я вас всех жду сейчас и все пусть приезжают ну как то так по моему все сказала на ближайшие 2-3 дня а подождите дайте еще знаете посмотрим мы посмотрим давайте предостережение предостережение для вас на ближайшие 22-3 дня что вам советует высшая сила может быть чего-то бояться предостерегаться но я не знаю дайте посмотрим предостережение ближайшие 2-3 дня ну вот я прям знала что смотреть надо еще ой еще еще 4 старших аркана потрясающе вот смотрите у вас есть враги у вас есть враги и это скорее всего кто-то из стороны какой-то дальний это не близком окружении это издалека возможно это мужчина я не могу сказать что это близкий или любимый мужчина это может быть и родственник это может быть и ваш начальник это может быть какой-то брат сват сосед я не знаю какой-то бывший первая любовь и так далее вы должны знать кто это вы знаете кто это может быть он вам тоже снился может быть он раньше вам угрожал да может быть он что-то такое вам там наказывал типа смотри мы с тобой встретимся или что-то такое я бы сказала что на данный момент пока он находится на расстоянии все хорошо это все хорошо пока он находится на расстоянии пусть находятся дальше на расстоянии вам нельзя с ним враждовать вам нельзя ему ничего доказывать потому что он не поймет вообще и сделайте только себе хуже не надо это тот это тот мужчина который ничего не понимает ему очень сложно что-то доказать еще если у вас есть умершие близкие родственники но я тут допускаю это мама и папа мама и папа съездите на кладбище но только не одни и не езжайте туда после полудня тем более что вечером туда-то вам тоже ехать нельзя езжайте утречком вот проснулись а там 9 в 10 возьмите кого-нибудь собой одна не езжайте вам нужно взять кого-нибудь с собой или с детей или из внуков неважно кого-нибудь и поезжайте посмотрите потому что там могут быть какие-то проблемки с этими могилками или с оградой или что-то там может быть убрать прибрать надо уже сто лет вы там может быть не были съездите хорошо на эти могилки посмотрите если вот этих могилок находите далеко попросите кто там рядом близки у вас есть в том городе или в той стране пусть они съездят если вообще тоже никого нет и вы поехать не можете значит просто в храме поставьте им свечку за покой хорошо вот родителям папе маме там сестре своей брату своим это близкие родственники ваши не не дальние это близки вот надо по себе посетить кладбище или сходить в церковь человек который издалека который вас все манит и тянет харизматичность сексуальный мужчина с которым ничего не получается оставьте его уже в покое если он ваш не муж скажите слава тебе господи что ты не дал мне такого мужа единственное что я прошу чтобы человек просто меня оставил в покое потому что как выматывать вам нервы издалека он больше ничего не может и вам он не нужен вы до него все равно не донесете тот факт что вы хорошая женщина с которой можно построить серьезные отношения потому что ему не надо строить серьезных отношений от слова совсем он как раз разводил разврат извините он как развращала женщин хороших под себя так и будет продолжать дальше оно вам надо я думаю не надо и еще кто здесь работает ой господи как так сказать то аккуратно кто тут работает в мвд в юридических каких-то конторах там риэлторские налоговая где есть погоны где есть запах закона кто работает в судебных вот ой вы работаете все вообще по дьяволом это знаете всегда до хоть вы и под фемиды но вы по дьяволом хорошим почему ой боюсь говорить такие вещи я думаю наверно не надо говорить это ну ну как давайте попроще вам скажу ладно незамысловато у вас там как в бочке не в банке в бочке со змеями вы там все работаете я не знаю как вы там работаете вы там как белая ворона вас не понимают потому что с волками жить по волчьи выть а вы плохо воете по волчьи понимаете поэтому там тяжело вам вас оттуда вам могут как будто доставать постоянно вы приходите туда как на пороховой бочке сидите каждый раз думаете боже мой что опять будет что опять будет что я опять не так что опять где чего там потому что у вас там такая система непростая по дьяволом не буду перечислять не хочу поэтому будьте аккуратнее постарайтесь мой вам совет вот чисто человеческий потому что там ничего человеческого нету простите а вы человек с большой буквы так вот я вам чисто по-человечески советую не ругаться особенно с начальством не ругаться когда вам хочется не надо молчите вы ничего дьяволу не докажете он лукавый там дьявол вы знаете да все он вообще по сути своей лицо одно лукавство и там он сидит очень хорошо потому что ну так надо так надо так вот если у вас там есть какие-то враги ну так в кавычках враги которые вам улыбается за спиной непонятно что делают с ними тоже не надо выяснять отношения открыто честно не надо делайте все молча вот пока вы не взяли власть в свои руки вот когда возьмете власть свои руки тогда будете мести там по-новому как новая метла а пока нет будьте аккуратнее если хотите там удержаться будьте аккуратнее вам нужно дружить с этим дьяволом у вас другого выхода нету его или иначе вас сожрут там с потрохами и выкинут если вы хотите там удержаться если вы там удержаться не хотите вы можете там такой устроить такую куськину мать Вы там можете всех с потрохами сдать, всех, вы знаете, что там творится, вы знаете, что там творится, и если вы это начнете говорить, рассказывать про каждого, у всего мира волосы бы дыбом станут, ну, грубо говоря, понимаете, у всего мира, у всех волосы станут дыбом, что вы много знаете, а вы всегда знаете, да, когда ты много чего ты знаешь, тебя можно очень легко убрать. Ну, не пугаю, просто говорю по факту. Поэтому, если вы хотите оттуда уйти, думайте сами, уходите, уходите. Тяжело будет уйти, конечно, и тяжело потом будет без этого места жить, конечно, потому что там, где дьявол, там всегда хороший куш, там всегда есть что-то. Где-то в простом месте работать, ну, дьявол много в другом месте денег давать не будет, он вообще ничего давать не будет, а здесь дьявол, а дьявол всегда дает деньги, это материальность, это есть материальность. С дьяволом по материалке очень хорошо идет. Поэтому вы там зарабатываете, но вы там с дьяволом пляшете, извините. Хотите от дьявола уйти, но уйдете и будете без денег. Поэтому вам есть что выбирать. Вот вам есть что выбирать. Поэтому не надо никем там быть врагом. Будьте как будто со всеми в стае. Им это надо, чтобы все были в стае, чтобы все помалкивали, делали свои дела. Ну, будьте в этой стае. Что тут можно еще по-другому сказать? Что вы честностью своей добьетесь? Что? Останетесь без работы. Понимаете? Ну, такая система жизни у нас. Выбирать как бы не приходится. Вы уже когда-то выбрали свою профессию, свою работу. Поэтому, ну, это как-то так. Это как-то так. Вот такой был расклад. Вообще, я не знаю, как он у вас может проиграться. Я сейчас просто в потоке. Я только смотрю то, что показывают мне карты. Я вас всех люблю, мои дорогие. Я вам всем желаю счастья. Пусть у вас будет все хорошо. Пусть все плохое проходит вообще мимо вас. А над вами светит светлое, яркое, солнечное солнышко, которое вас оберегает, защищает и чистое небо. И пусть боженька вас любит и оберегает. А я вас всех люблю, целую, обнимаю и до скорых встреч. Или носички мои, с днем рождения. Пока-пока.